Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня выбор сделать свое отношение сфокусированным на то, чтобы все-таки поразмышлять и не оттолкнуть, как небылицу, как сказки. Я думаю, что сегодня рациональный ум настолько может быть гордым, что каждый говорит, как это может быть. Несмотря на это, многие считают себя христианами или, по крайней мере, думают, что они таковые. То здесь я хочу сделать некоторый акцент. Если не веришь, что Христос воскрес, то не сможешь поверить, что и это реально. Но Христос воскрес, и поэтому у нас есть надежда. У нас есть возможность каждому быть в воскрешенном состоянии уже сейчас, прежде всего, Духу нашему, а потом и тело также. И, соответственно, если мы верим в момент сотворения, что Бог сотворил человека, то как создать его или восстановить из того праха, куда распадется тело, Он также знает. У Него есть те механизмы, которые из распада собирают опять тело. И вдохнуть как дыхание жизни, имея это дыхание, Он тоже знает. Поэтому для христианина, который живет верой, никакой проблемы нет поверить в то, что происходило с Татьяной. И поэтому, уверяю вас, я не только верю, я знаю, что это так, потому что сама некоторые вещи подобные могла переживать. Ну а на сегодняшний день хочу сказать коротко о том, о чем мы говорили в предыдущих программах. Татьяна родилась в атеистическом Абуе, где о Боге не говорили, его не знали. И сама она была отличницей в разных направлениях, как спорта, так и образования. Училась в медицинском институте, уже была не просто комсомолкой, а членом партии. И даже под секретарем парторганизации Курса. Партторг Курса. И вот в таком положении ее застало одно задание. Четыре месяца прошло после того, как ей вручили в Кремле билет члена партии. И теперь она активистка, всех побуждает на то, чтобы быть членами партии. Также в молодости вступать, быть активными на поприще строительства коммунизма и так далее. И получает задание, напишет статью, что Бога нет, накануне Пасхи надо это сделать. Апрель месяц. Она пытается выполнить это задание, но обнаруживает, что недостаточно информации, недостаточно источников. И получает от отца совет, что вообще-то информация есть. Эта информация должна быть в первой источнике, поэтому тебе придется поработать с Библией. Но прошу тебя, если возможно, откажись от этого, потому как с Богом не шутят. Отец пережил удивительное явление во время войны, когда их взвод наступал. И накануне этого наступления, при котором погибли практически все однополчане, ангел вошел в то место, где они находились ночью и сказал, не бойся, Михаил, ты останешься жить, несмотря на то, что пройдешь через боль. Он прошел через ранение, остался жить. И он на всю жизнь запомнил это удивительное явление, но к Богу так и не пришел на том этапе. Поэтому дочку свою он этим вещам не научил. И, соответственно, когда услышал, что она должна писать такую статью, был взволнован. Но в результате он все-таки дал ей направление или пропуск для библиотеки, где эту Библию ей могли выдать. Читая Библию, пролистывая ее, ничего не понимая, натыкается на фразу «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» И что-то встревожилось внутри и услышал голос «Татьяна, а ты зачем меня гонишь?» Все это подробно мы говорили в первой программе. А сейчас, хочу сказать, это была точка отчета, чтобы Татьяна узнала, что есть Бог. Это начало ее поиска отношений, потому что до того она его даже не искала, она с ним воевала. И на вопрос «Кто же ты такой?» она услышала «Я тебя не знаю». А Христос сказал «Гонишь, потому и не знаешь». Поэтому действительно, когда люди продолжают гнать, они так и не узнают живого Бога. Поэтому остановитесь, как минимум, не гоните, позовите его в свою жизнь. И Господь имеет в виду с вами начать работать. Он альфа, и он же омега. В дальнейшем ее жизнь развернулась очень необычным образом. И тогда, когда уже была семья, когда росли дети, пятеро детей, одного она похоронила еще в самом младенческом возрасте, в 10 месяцев. И тогда, когда сама написала диссертацию, и вроде бы все складывалось прекрасно, и на работе все шло отлично, и дома все складывалось. И в этот момент страшные боли в голове, и обнаруживается диагноз. Сначала симптоматика, а потом и постановленный диагноз саркома в стадии распада. И во время операции она выходит из тела. И свое удивительное путешествие по небу и по аду – это то, что рассказала Татьяна в прошедших программах. Затем то знание, с которым она вернулась оттуда, которое надо распространять, которое Бог дал задание распространить. И она ведь видела, она стояла пред престолом с одним колоском, ей теперь надо успеть собрать целые снопы. Для этого нужно работать, нельзя терять время. Отпущенная здесь, на этой земле, Богом. Она принимает решение говорить о том, что она видела, и получает запрет. Запрет от некоторых представителей государственных структур, которые категорически запретили в Украине ей это делать. И отказавшись, она прошла через ад на земле, но все-таки выжила, осталась со здравым смыслом. И в результате их отправляют в рейс после долгого перерыва, потому что мужу не давали возможности работать, как, впрочем, и Татьяне, говоря о том, что мертвецов на работу не берут, а уж тем более врачами. И таким образом они оказались через два года на корабле, так как был задуман план, очень жесткий и жестокий план, выбросить их с корабля за борт в Индийском океане, что и предпринимали шаги делать для того, чтобы осуществить этот план до конца. Но Господь не человек, и Он не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не лжет и не изменяется. Он верный Бог, и поэтому Он сохраняет в этих страшных обстоятельствах, приводя уже в Турцию. И в Турции, когда была последняя, так скажем, их остановка, где они были еще на корабле, после чего они оказались уже на суше, но только с паспортами, без всяких вещей, зимой в Стамбуле, а потом в Анкаре, находясь, по сути, под открытым небом, без возможности получить пропитание, где-то устроиться на работу. И более того, после тех переломов, которые еще не заживали, и в таком состоянии оказались на улице. Пришли в церковь православную, куда их по милости, по жалости отправили полицейские в расчете, что там все-таки они найдут какое-то понимание и прибежище. И там услышали ответ. Господь усмотрит, помолимся, а мне пришло время закрывать храм. И они опять оказались на улице. И с этого момента мы с вами сейчас продолжим слушать историю. Но я хочу немножечко предварить, или, может быть, вернуться назад еще с теми вопросами, которые звучали. Я обещала, что буду некоторые из них озвучивать с экрана. Так вот, один из вопросов. Как же, каким образом на том престоле, где был Господь, и с кем она разговаривала, Татьяна, и ангел стоял рядом, как там мог оказаться сатана? Так для этого нам необходимо заглянуть в книгу Иова. Наверное, те вопросы подобного плана могли быть у многих людей, кто слушал. То я хочу сказать, в Библии и этот аспект есть освящен. Поэтому немножечко внимания на книгу Иова с первой главы. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Вот диалог, после чего ему пришло разрешение прикоснуться ко всему этому. И что сказал Иов в завершении всех этих перепитий, которые случились в его жизни? «Бог дал и Бог взял, да будет имя Господне благословенно». Еще до того, как коснулось это его личное тело, но физически он лишился практически всего, будучи самым богатым человеком на востоке того времени. Поэтому это была серьезная потеря. Несмотря на это, он мог сказать, Господь дал, Господь взял, да будет имя его благословенно. В конце концов, Господь благословил Иова. Господь благословил и Татьяну, и благословит еще больше, и ее, и ее потомков. Благословит ее детей, ее внуков, ее правнуков, если будет продолжаться жизнь, потому что человек остается верным в том призвании, которое Бог ей предназначил. Несмотря на то, что для многих это сейчас как бы безумие, но Господь говорит, Он избрал такой путь, юродством проповеди, спасать людей. То есть, как можно смертью Христа спасать людей? Смерть ведь, но там и воскресение. Поэтому как можно такой жизнью спасать людей? Вроде бы трудности, а кто без трудностей проходит по земле? И когда в трудностях являет Бог свою мышцу, в этом и есть для тебя выход. Иов прошел для того, чтобы многие страждущие получили утешение потом в его книге. Поэтому и сегодня Татьяна говорит о том, что может подкрепить многих и многих людей. И я верю, друзья, что для нас это с вами тоже будет серьезным, хорошим, добрым подкреплением для тех, кто открыт для принятия слышания голоса Божьего. В прошлых программах я также упоминала притчу о Лазаре и богаче. И там, к сожалению, но там есть такое слово, которое мы не можем игнорировать. И говорится, когда богач просил, и, кстати, сказать не потому, что он богач, он попал в ад, а потому что он не знал Бога и не имел с ним отношения, не имел сострадания к людям. Вот это причина основная. И поэтому, когда это оказалось, он просил, чтобы Авраам или ангелы послали, послал того человека, который когда-то вот этот Лазарь был нищим у его ворот. У меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Поэтому, друзья, у нас есть сегодня Божье слово и есть церкви живого бога, которые возвещают это слово. Я сейчас не говорю о конфессиях. Во всех конфессиях, где есть живые служители, там будет живое слово. Поэтому вы можете там услышать это слово. И потому есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, не то, чьи Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Поэтому, к сожалению, сегодня многие люди со скептизмом относятся к тому, что они слушают. Воскрес человек из мертвых, есть доказательства, есть свидетельства. Правда, свидетельство о смерти пришлось заменить на паспорт, поэтому его не оказалось на руках. Но есть еще более сильные, не более, а сильные документы, которые мы с вами сегодня увидим в программе. Итак, Татьяна, что же произошло? Когда на следующий день мы опять пришли в полицейский участок, то полицейские были страшно удивлены. Ка говорит, вам христианин не помог, мы мусульмане своих не оставляем. Мы вынуждены были сказать, он не христианин, он притворяется. Они приняли этот ответ, хотя очень усомнились. Но через несколько дней они нам сказали, что они нашли другую церковь. То есть они не теряли время? Нет, они искали для нас, они прониклись состраданием, они видели нашу покорность, что мы не прячемся, что мы не воруем, а что мы только славим Господа. Кстати сказать, а когда вам предложили возможности в Турции, это сейчас или позже? Вот мы пришли в церковь, и через год... Ага, хорошо, значит так, попали в церковь? Мы бежали туда, в церковь, но оказалось, что этот зал снимают только по воскресеньям, а это только вторник. Нам пришлось опять идти на вокзал, и опять все сначала. Но ничего, наступает и воскресенье. Конечно, мы идем, я говорю, мы такие чумазые, мы снегом вытерли руки, лица, но все равно мы идем в церковь Божью, перед Богом. И Господь осмотрел и это. Когда мы пришли в ту гостиницу, где снимался зал церковью, мы пришли очень рано, за два часа до служения. Господь нам показал, где можно умыться. Мы умылись и привели себя в порядок. Так как во время, перед операцией я перенесла химиотерапию, три сеанса и облучение, мои волосы выпали. И то, что вы сейчас видите, этим волосам всего четыре года. Они так растут. А до этого я была лысая. А то мне очень легко было себя привести в порядок. Помыть и все в порядке. Мы вошли в зал. Нам предложили представиться. Муж встал и на английском языке сказал, это была церковь, созданная для работников посольств. Для евангельских христиан, которые во всех посольствах есть. И мы представились. Муж сказал, что мы христиане, пятидесятники, запроповедят Слово Божьего, выгнанные из страны. Пастор спросил, а где вы живете? Муж сказал, на вокзале. Богатому американцу очень сложно было понять, что на вокзале, это в зале ожидания на полу. Он думал в отеле на вокзале. Поэтому он спросил, вы желали бы, чтобы мы помолились за вас? Да, конечно, мы очень хотели этого. Мы вышли вперед, за нас молились. А потом после собрания сказали, вы не уходите, потому что мы переходим на общение за столом, за чашкой кофе. Конечно, мы радовались. Мы перешли в другой зал, на общение, где я мужу сказала, не вздумай, съесть больше одного печенья. Мы две недели ничего не ели. Вот одно сухое печенье и маленькая чашка чая мелкими глотками. Я услышала звонкий голос мальчишеский над головой. А почему вы запрещаете мужу кушать? На русском языке. В Турции. В Анкаре. В англоязычной церкви. Мы очень удивились. А мальчик сказал, а я Гагауз с Молдавии. Я здесь учусь в университете. И Бог так милостив, что ответил на молитву мамы. Здесь нашлась евангельская церковь. Мы пересказали свою историю. Этот молоденький брат Николай, он побежал к столику, за которым сидел пастор. Он ему все пересказал. Друзья, пастор шел к нам и плакал. Он шел и плакал. Он просил, простите меня, чтобы и Бог меня простил. Конечно, мы тоже просили у него прощения, потому что нашего английского не хватило донести на весь трагизм нашего положения. Мы больше на вокзал не вернулись. Слава Богу. А еще через несколько дней Господь дал нам работу. И куда вас отправили, и что это было за время? Сколько времени вы отсыпались? Это была гостиница, притом пять звезд. Роскошный номер. Конечно, мы первые, что сняли с себя одежду и приняли душ. Но мы уже не имели сил что-либо кушать, легли и уснули. И только через двое суток я проснулась от того, что меня держат за руку. Это был врач. Пастор позвал врача, потому что мы спали не просыпаясь. Он испугался за наше здоровье и позвал врача. Врач сказал, ничего, они просто спят. Они просто истощены. Господь очень быстро восстановил нас. А еще через несколько дней мне предложили работу семейного врача к первому секретарю немецкого посольства. Как говорится, из грязи до в князи. Когда первый секретарь водил нас по своей квартире и показывал, это ваша комната, это санитарный блок, ванна, туалет, а это ваша сауна. Извините, что сауна маленькая. Вы сказали, мы извиняем. Нас это устраивает. Он говорит, наверное, у вас в Украине было больше. Муж подумал, говорит, да, в центре города там большая. Но питаться будете с нами за одним столом. Какая нужна одежда, составьте список. Мы вам купим эту одежду. В общем, нас взяли на полное обеспечение. Плюс к этому еще 150 долларов в месяц. Муж спросил, что за это все еще и платят? Хозяин наш не понял. Но когда наступила среда, и мы собрались в церковь, он очень удивился. У него были другие планы, у нашего хозяина. Говорит, когда вы еще в церковь? Я говорю, в пятницу и в воскресенье. Как? В пятницу мы едем на уикенд в Анталью. Вы поедете с нами. Я говорю, вы же обещали, что мы будем посещать церковь. Он говорит, да, а какая необходимость? Я плачу своему пастору, он ведь ранен был. Он говорит, я плачу, и он за меня молится. Давайте я заплачу вашему. И пусть он молится, а мы поедем в Анталью. Мы ему объяснили, почему надо молиться. И теперь, заходя наперед, скажу, что через год этот человек и его семья приняли Христа как личного спасителя. Слава Богу. Слава Богу. Мы год прожили у них. За этот год его четверо детей, страдавшие экземой, были исцелены Господом. И к нам началось такое отношение. Уже очень многие работники разных посольств хотели забрать нас к себе. Уговаривали и в Австралию поедем, и туда, и сюда. Но Господь сказал, вошли в дом и приняли вас, стойте там. Так мы и поступали. Мы не искали ничего, что не угодно было Господу. Но прошел год, и опять Рождество. И вот мы в церкви на коленях. Рождественская ночь. На Западе празднуется с 24 на 25 декабря Рождество Христово, а не так, как у нас, в январе. И мы стоим на коленях, и Господь говорит пастору теперь уже, что мы должны встать и идти на Болгарию. Мы очень удивились, и муж сказал, да, Господи, на Болгарию, значит, на Болгарию. Заметьте, уже не через молодого брата, а через пастора, говорит, Господь для меня. Я встала с колен и сказала, Господи, я принимаю, только давай весной, а? Весной, холодно. Друзья, покорного Господь ведет, а упрямого тащит. Это точная пословица. Потому что на следующий день нас уже арестовали. Турецкая полиция, в которой мы каждый день отмечались, вдруг приехали и сказали, что надо переоформить документы. А в связи с чем, кстати, вот какой был нюанс до того, на этом рождественском банкете, что произошло в доме? У хозяина, он, как первый секретарь, он давал рождественский праздничный обед. Прием был такой. И для этого был куплен новый костюм моему мужу, а мне платье. Я должна была вывести детей вечером перед гостями, представить, дети должны представиться. И потом я их также должна была увезти, положить спать и вернуться, принять участие в банкете. Но когда я привела детей, я услышала звон вилки. Я обернулась и увидела посла Украины. Да, он присутствовал на этом банкете. Это бывший начальник Черноморского морского проходства, который знал нас лично. Он держал десерт, и десертная вилочка выпала у него из рук, потому что он думал, что нас уже съели акулы. А мы тут хорошо одетые, сытые и довольные. Слава Господу! Он что-то сказал? Нет, он тут же заспешил и ушел. Он ушел с банкета, чтобы не объясняться. Но уже на следующий день приехала полиция и сказал, что мы должны... Вот Новый год, поэтому мы должны переоформить по новой документы. Хозяин еще спросил, надо ли им одеться. Ему сказали, нет, нет, вот так достаточно, мы их берем машины и машиной мы их привезем. И потом все. Они не сказали одного, что возьмут они нас машиной и привезут не документы заполнять, а в тюрьму. А когда они нас повезут машиной, то уже совсем другое место. Нас привезли, опять побили, нас кинули в камеру. Ничего не объясняют? Пока ничего не избивали. Они объясняли, вначале на нас искали деньги. Ну, какие деньги? Не найдя ничего, избили еще больше. И кинули, знаете, оказывается, в Турции, я до этого не знала, есть две тюрьмы. Та зиндан, тюрьма, где ямы, там содержатся убийцы. И нас кинули туда, в этот зиндан. Поверху ходила охрана. Там не кормят. В турецкой тюрьме не кормят. Если у тебя есть богатые родственники, то они будут платить, тебе будут приносить какую-то еду. Но это не значит, что у тебя не отберут ее сокамерники. А если у тебя, как у нас, нет никого, нам даже стакана воды никто не дал. А меня кинули вместе с мужем в мужскую камеру. Но Господь не позволил надругаться надо мной, этим озверевшим убийцам. Хотя они кинулись на нас, я потеряла сознание. И муж говорит сразу же, охрана подняли нас наверх и обследовали меня. Врач обследовал, что он сказал, может не понял, но нас перевели в другое место и ночью куда-то повели. Мы долго шли по коридорам, потом через улицу, через двор и зашли в другое здание. Нас завели в роскошный кабинет. Такая кожаная мебель, красивая, картины, карта за спиной человека сидящего. Он стал, увидел нас избитых и стал очень сокрушаться. Как же так, как же так, я разберусь, вы только не обижайтесь. И вообще, говорит, ты капитан к моему мужу? Говорит, да. Мы тебе дадим пароход. Он говорит, спасибо. Ты врач? Я говорю, да, врач. Мы тебе дадим клинику. Я говорю, с чего бы это? Вот за моей спиной, говорит, карта Турции. Покажите город, где вы хотите жить, и мы вам купим дом или квартиру, что захотите. Муж спросил, а что взамен? Ой, сущий пустяк. Совсем сущий пустяк. Это не стоит даже говорить. Я сейчас сюда зайдут люди, это корреспонденты. Радио, телевидение, некоторые корреспонденты газет. Но и вы только скажете, что вы принимаете зеленое знамя ислама. Ведь ваша иса все равно ничего не может. Так они называют Иисуса. Мой муж выпрямился во весь свой рост и сказал ему, покайся, Христос идет. Турок этого не ожидал. Это был министр внутренних дел. С ним никто не разговаривал так. Он попятился, запнулся на собственное кресло и упал. Он закричал. Вбежала охрана, свистнула дубинка. И моя рука опять повисла. Потому что сломалась ключица. Эта боль вернула меня на мое место. А нас уже больше не уговаривали. Нам угрожали, кричали. Что если мы сейчас не примем ислам. Уговаривали мужа, что обрезание это совершенно не больно. Он напрасно боится. Он говорит, я боюсь обрезания сердца. Говорит о некрайнем плоти. И Христос есть Бог. Покайтесь, пока не поздно. Ну, посмотрел министр, что с такими упрямыми каши не сваришь. Нас кинули опять, теперь уже в женскую камеру. Где женщины, там содержащиеся, начали танцевать перед моим мужем. Им сказали, что если они совратят мужчину, их выпустят. Это оказались девушки из бывшего Советского Союза. Которые ехали в Турцию на заработки. А когда они ехали, они не были проститутками. Это были танцовщицы, это были няни. А в Турции их отдали в дома терпимости. Когда нужда в них отпала, их сдали в тюрьму. И вот нас когда обыскивали, вывернули карманы, все. А то, что вот такая вот Библия, вот такая маленькая Библия находилась у мужа за поясом брюк, ее просто не заметили. И он всю ночь читал девочкам этим о Божьей любви, о блуднице. Извините, я волнуюсь, когда вспоминаю этих девочек. Потом, впоследствии, мы одну из них встретили в Болгарии. Она не просто ее Господь вывел оттуда, она покаялась. И Господь ей дал мужа. Это служитель в Ямбале. Может, ради этой души Господь позволил так обращаться с нами и кинуть нас в эту камеру. Слава ему. Слава Господу. Но нас куда-то повезли. Вывели среди ночи. Мы видели, что это ночь. Нас затолкнули в микроавтобус и куда-то повезли. Турки были очень злые. Они ругались между собой. Они кричали на нас. А нас такая радость захлестывала. Такая радость. Вы знаете, как вроде нас везут на праздник. И мы пели. Мы начали петь. Мы стали славить Бога. Мы пели слава Богу. За все Ему слава. Он имеет на это право. Друзья, у меня нет ни голоса, ни слуха, к сожалению. Но я знаю, что то, что я пою, хоть маленькой ромашечкой, не забудочкой, оно долетает до небес. Слава Господу, что он принимает и это хваление. И вот нас привезли куда-то. Машина остановилась. Мы вышли. Мы увидели горы в долине. С этой стороны какой-то домик и несколько будок. И там будки и домик. Да, это граница. Это граница. Я узнала, потому что отец пограничники. Много было по границам. Но какая? И тут болгарин сказал. Мы вас привезли расстрелять. Не болгарин, а турок. Говорит, мы привезли вас расстрелять. А вы радуетесь. А муж говорит, ну расстрелять. Так это же хорошо. Домой. И мы запели, птички божьи, домой собирайтесь. Вам к отлету настала пора. Чего вы радуетесь? Домой, домой, в небеса. Тогда он сказал, нет, мы вас не расстреляем. Вот идите туда, это граница. Это болгарская граница. Не хотели мы, я не хотела идти сразу в Болгарию, как сказал Господь. Вот он меня и приволок. Теперь. И опять болгарская граница. Вот ваши паспорта, граждан Советского Союза, да еще и просроченные. Говорит, вас болгары не пустят, и мы не пустим назад. И куда вы денетесь оттуда? Мой муж, Господь так дал ему веру и стойкость, он спокойно сказал, а у Господа есть еще лестница Якова. И ангелы ходят туда-сюда. Значит, и мы поднимемся. Она где-то здесь, говорит. У нас уже полпрограммы прошло. Движемся дальше. Я хочу сказать, что мы пришли в Болгарию. Болгарин, мы когда подошли к болгарской границе и протянули пограничнику наши паспорта, невалидные, он разговаривал по телефону, он полистал один паспорт, поставил штамп, потом другой, и говорит, влезай. Так мы вошли в Болгарию. Мы пришли в Болгарию тогда, когда пало советское правительство. Это какой год? Январь 95-го года. Пало советское правительство. Болгария была на грани революции. То есть именно в Болгарии пало правительство советское? Да. Господь нас привел в Софию. И уже в первый день мы стояли среди христиан Софии. На улицы вышли все христианские динаминации. Два православных синода в Болгарии, проамериканские и пророссийские. Два православных синода, католики, все протестантские движения, баптисты, методисты, конгрешане, 50-е, Божья церковь, харизматы. Все, кто исповедует Христа, вышли на улицы. На каждом перекрестке стоял служитель и читал о Неневии. А народ, взявшись за руки в посте, пел Богу. Бог да пази, Болгария! Боже, храни Болгарию! Народ твой поднимает руки к небу! Народ твой в посте! Боже, храни Болгарию! Народ твой молится! И мы пели вместе со всеми. Танки развернулись и ушли. Революция закончилась. Так, спокойненько, за два дня. Ни одной капли крови не пролилось. Где-то в эти же годы вспомните Москву. Чуть раньше. Ну, чуть раньше, то и Прибалтика. Сколько крови пролилось там. Как погибли ли молодые люди под гусеницами танков в Москве. Но Господь много может сделать, когда молится народ Его. И мы это почувствовали, ощутили на себе. Там, в Болгарии... Вы хотели вопрос задать или... Я хотела уточнить, в Болгарии вы сразу попали в больницу или нет? Нет. Сколько времени еще прошло до больницы и уже мы в больнице? Пять лет. Пять лет вы жили в Болгарии и еще... Да. Связи с домом еще не было никакой? То есть не сообщить было, что вы живы? Четыре года мы жили в Болгарии и никак не могли связаться ни с детьми, ни с мамой, ни с сестрой, ни с кем. И только в 99-м году нам удалось связаться. Когда я позвонила дочери, она подняла трубку в Москве. Моя девочка потеряла сознание. Она услышала голос матери с того света. Как она думала? Она же думала, что мы уже давно, что уже шесть лет нас нет на белом свете. Но мы были здесь, она была счастлива. За этот год мы возобновили контакты. Даже приехал младший сын к нам в Болгарию. Все налаживается, все хорошо, все прекрасно. Я посчитала страны Гавриславия. Это седьмая страна. Бог сказал тогда в семи странах, где мы служили. Было больше стран значительно. Но где именно мы более месяца служили своим свидетельством. Нам домой пора. Мой рассудительный муж сказал, ты забыла, что еще огонь, сказал Господь. А тогда наша держава. Я говорю, тебе что, огня мало? Как мне, так выше крыши? Он говорит, Господь не переставляет слова местами. Сказал в начале семь стран, а потом огонь. Будет именно в такой последовательности. И слава ему, что он не меняет свое мнение и свои слова. Ну ладно, я не знала, какой будет огонь. Я его узнала. Я его узнала в 99-м году. Нет, уже в 2000-м наступила. В 2000-м году, в ноябре месяце. Как вы впоследствии увидите по документам. Возвращаясь с работы, я выходила из городского транспорта. Но почему-то я оказалась в больничной палате. Почти сутки прошли между этими двумя мгновениями. Моя операция была не закончена. Там оставалась аневризма. И вот это перерастяжение сосуда. И вот эта аневризма лопнула. 7 сантиметров сосуда лопнула. И кровоизлияние в мозг. То есть попросту, как в народе говорят, инсульт. Обширный. И нам предложили операцию. Никогда не попадайтесь на удочку, которую дал враг бесплатно. Но все-таки сделали эту бесплатную операцию. Чем она закончилась? Тем, что когда я пришла в себя, я поняла, что я парализована и слепая. Кстати, условие этой бесплатной операции было то, что надо будет взять... Спинномозговую жидкость. Но взяли не только ее. Не только ее взяли. Хотя мы вчера говорили с нейрохирургом, ему не совсем понятна позиция этого хирурга. Но во всяком случае он мне повредил спиной мозг. И меня парализовало, я ослепла, потому что во время операции был сделан разрыв зрительных нервов. Их разрезали. Мне поставлен был диагноз паралич и разрыв и атрофия зрительных нервов, помутнение стекловидных тел. Все, я слепая до вечно, как в последствии написали по-украински. Я думаю, что мы можем как раз посмотреть этот документ. Да, вот здесь мы можем прочитать. По жизни. Нижней строчкой, да? Да. Нижней строчкой от руки написано. До вечно. Это инвалидность. Инвалидность первой группы по зрению. По зрению. Печать и подпись. Ну, а теперь мы как раз постепенно подойдем. Как же так? Почему до сих пор не снята инвалидность? И вообще, как вы стали опять видеть, если нерв был поврежден так, что... Поврежден. Поврежден. И атрофирован. И атрофирован. Плюс к тому. Да. Значит, вы возвращаетесь сначала в страну. Все поэтапно. Нам разрешили вернуться, потому что президент Болгарии Петр Стоянов обратился к президенту Украины. Тогда уже был другой президент, Кучма. И нам разрешили въехать для погребения. Пока тело дышит, его легче меньше бумаг заполнять, провести. Так мы уже и сказали в посольстве. Ну, ладно уж, вези, пока дышит. Ну, как видите, я дышу и сейчас. Очень неплохо. С 2000 года. Четыре года в инвалидном кресле. И семь лет полной темноты. Полной темноты. Мы когда вернулись, у нас был праздник со слезами на глазах. Я не могла говорить и двигаться. Я не ощущала. Ко мне прикасались дети, плакали. Я их слышала, но я ничего не могла им сказать. И я плакала вместе с ними. У меня котелись слезы, но я их не видела, моих детей. Я не видела моих внуков. Я только троих старших помнила, маленькими. А у меня девять внуков. Шестерых последующих я никогда не видела. И плюс к тому, еще мама с сестрой. Какие говорят слова? Мама с сестрой стали уговаривать моего мужа. Славик, тебе 70 лет. Что ты думаешь? Отдай ее в интернат. Отдай в интернат. Ты будешь посещать, за ней будет уход. Она растение. Это кабачок. Понимаешь? Зачем тебе эта обуза? Тебе надо делать документы. Мы по ходатайствам ее примут в интернат. Вы это знали, потому что вам рассказали? Я слышала. Или вы в этот момент все слышали? А никто не стеснялся. Все это говорилось при мне. Потому что думали, что действительно растение. Действительно кабачок, который ничего не понимает, не соображает. А кабачок слышал? Не просто слышал, а еще и страдал от этих слов. Но мой муж сказал нет. Когда нас сочетали браком, я дал клятву Богу. В радости и в горе, в здравии и в болезни мы будем вместе. Несмотря на то, что вы тогда эти вещи не слышали. Я нет. Мы уже в первой программе об этом сказали. То есть не слышала и дала, так скажем, эту возможность сочетания. Потому что была совершенно в других мирах в этот момент. А он, оказывается, слышал. И более того, стал опорой по жизни и такой крепкой. Это именно то, что сказал Господь. Я дам ей опору в жизни. Ну, у нас уже меньше 20 минут. И, соответственно, когда вы оказались теперь уже в таком положении дома, и как все-таки развязка пришла, что вы видите, слышите, двигаетесь? И без посторонней помощи, кстати. Могу засвидетельствовать. Приехала в Петербург. Вначале Господь восстановил мой двигательный аппарат. Вначале руки, левая рука, появилась чувствительность. Врачи разводили руками. Они говорят, я сама врач, я сама понимаю, такого больного я бы не взялась лечить. Но мне кололи массу уколов, потом просто сказали, ну все, это бесполезно. Вот когда они сказали, это бесполезно, я встала с инвалидного кресла. Господь ждал, как та женщина, страдающая кровотечением. Когда она подыстратилась на врачей, когда все, тогда она сказала себе в сердце, прикоснусь ко Христу и исцелюсь. Так и я. Когда уже я услышала все приговоры, я сказала, Господи, ну если я вот такое растение Божье, то употреби меня где-то на другом месте. Пересадишь или как, или возьми к себе. Ну ты же сказала идею, расскажи людям, как же я могу идти, если я не могу ходить. И Господь поднял. Но теперь в слепом состоянии. Двигаетесь. Но я слепая. И приходите в церковь. А, накануне вопросы, да, для чего тебе зрение? Я слепая. Я уже двигаюсь, я хожу с палочкой по улицам. Я уже могу зайти в магазин и спросить, что мне надо. Или на базар и протянуть кошелек, чтобы оттуда взяли деньги. Потому что я не могла различать эти бумажки. Еще монетки куда не шло, а с бумажками совсем туго было. Ни разу никто не обманул слепого. Слава Богу. Но я стала молиться, говорить, Господи, ну дай мне зрение, Господи. Ну ты же слепому в Артемею дал зрение. Ты исцелил, тому брение положил на глаза, этому сказал, прозри. Скажи мне что-нибудь, чтобы я прозрела. Я услышала, зачем? Как зачем? Я хочу видеть. Я хочу видеть. Я хочу видеть своих внуков. Господь молчит. Я молюсь день, два, месяц. Второй, третий. Господь молчит. Муж говорит, что ты сказала Богу? Я говорю, я хочу внуков видеть. Я хочу двигаться. Я хочу быть опорой тебе. Он говорит, Богу это не надо. Давай молиться. Вместе я буду тебя подкреплять. И мы стали молиться вместе. Мы взяли пост. И тогда Господь задал вопрос мужу моему. Зачем? И я сказала, Господи, я так ослабела. Я хочу читать Слово Твое, Боже. Я зависима от людей. Кто придет, не почитает, а кто и говорит ему некогда. Я ослабеваю, Боже. Я ослабеваю в вере. Я хочу читать Слово Твое. И Господь промолчал, ничего не сказал нам в молитве с мужем. Это было перед вербным воскресением 2007 года. И в воскресенье вы оказываетесь в церкви. В воскресенье, как обычно, муж меня привел в церковь, посадил. И вот идет проповедь. Идет воскресная проповедь. И наш епископ Сердиченко Петр Владимирович, он говорит о слепом Вартимее. Как он мне потом сказал, говорит, я говорил о духовных слепцах. А я это приняла. И когда он провозгласил слова Христа, так прозри, я открыла глаза. Знаете, меня слепые водили в черных очках, потому что слепые глаза, они крутятся. Неприятное зрелище. И я когда увидела себя в очках, прозри, я увидела свет. Впервые за 7 лет я увидела свет. Но сначала вы скричали, да, дай мне зрение или как? Да, когда, чего хочешь ты. Вартимей, что ты хочешь? Вартимей, что хочешь ты? Чтобы прозреть. Вартимей сказал прозреть. И я повторила за ним прозреть. И здесь прозвучало, так прозри. И я открыла глаза. И этот свет, я сорвала очки. У нас купол в церкви, и оттуда свет. Этот яркий свет. Я зажмурилась и стала бояться открыть глаза. Но я опять открыла. Я закричала на весь зал. Я вижу! Я вижу! Проповедник замолчал, повернулся ко мне и говорит, что ты видишь? Я говорю, вас, брат Петя, вижу. Он спрыгнул в зал с кафедры, подошел и спрашивает, а галстук какого цвета? Я говорю, желтый. И тогда он закричал, аллилуйя, аллилуйя. Он взял меня за руку, вывел к кафедре и дал Библию. И здесь я поняла, а вижу-то я одним глазом. Потому что просила хотя бы краешком глаза. Я просила у Господа, ну если два нельзя, дай мне один глаз. Ну дай полглаза, Господи. Только бы я могла читать. И я когда открыла Библию, вернее, он открыл Библию и дал мне, я посмотрела, я вижу одним глазом. Но я вижу, я вижу, как дождь и снег снисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать. Это 55 глава Исаии, стих 10. Посмотрите этот шрифт. Шрифт, конечно, который мне уже трудно читать, это могу признаться. У меня есть более крупная Библия, не опускайте пока. Это моя карманная Библия, которая всегда находится со мной. Вот этот шрифт. И как видите, я его читаю. Прошло еще 4 месяца. Когда я села, муж говорит, я так счастлива, что ты видишь. Я говорю, Слайка, я вижу одним глазом. И тут только верхний наружный квадрат. А он говорит, ты чего просила один глаз? Ты чего просила один глаз? Надо было два просить. Друзья, просите. Ложная скромность перед Господом ни к чему. Просите, и дано будет. А если вы не получаете, не на добро просите. Не на добро просите. Тогда не получаете. Но Господь все равно отвечает. Через 4 месяца я уже видела двумя глазами. Но Господь не стал ждать эти 4 месяца. Следующая неделя была пасхальная. А еще через неделю он меня послал в Харьков. Я поехала одна. И сейчас ваше зрение? Вот эти очки минус 0,25. И когда вы захотели снять инвалидность и пришли... Когда я пришла, я же не могу врать. Да? Все правильно. Я не могу врать. Меня Господь исцелил. Я пошла за свидетельствовать. И говорю, я вижу. Меня посадили перед компьютером. Потом они что-то крутили компьютер. А потом врач сказал так. Ничего она не видит. Я говорю, как это? У меня компьютер показывает слепая. Так что тебе верь на слово. Я говорю, дайте я вам почитаю. А ты, говорит, Библию выучила наизусть. Я говорю, так я же не буду знать, какая страница. Можно кадр сейчас показать сразу, да? Библию? Нет, нет. Кадр, который связан со снимками. Пожалуйста, снимки, глаз. Вот это верхняя позиция, какие они должны быть. Нижняя, какие есть. То есть, в общем-то, для специалиста понятно, что показана слепота. Глаза слепые. Это уже сегодняшние кадры, но, однако, как вы видите, Татьяна видит, читает. И, уверяю вас, наизусть не выучила то, что читает. Может быть, она наизусть знает. Ну, во-первых, да. Я не знаю, какую страницу откроют. Я готова продемонстрировать на любом уровне. Но инвалидность мне не сняли. Сказали, не знаем, как эти фокусы делаешь. Профессор, который я наблюдаю сейчас в клинике Филатова, она сказала, я не знаю, как вы проделываете эти фокусы, но я верю своему компьютеру. Ну что ж, она поверит в Богу когда-нибудь. На сегодняшний день как вы себя чувствуете? Прекрасно. Прекрасно. Идет только все в гору, казалось бы, да? Обновляется юность каждое утро. Слава Богу. С милостью Господней. Вообще, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Я хочу попросить короткое пожелание сейчас сказать нашим телезрителям. Они выслушали практически всю вашу историю. Безусловно, без деталей, без определенных, может быть, нюансов, которые тоже важны. Но так как мы эфирным временем ограничены, поэтому мы хотели взять максимум. Я надеюсь, что мы это смогли сделать. И теперь, когда у нас уже в завершении ваша история, каковы пожелания? Ваши пожелания от имени Бога, с которым вы общались? Друзья, все, что написано в этой книге, правда. Все до последней точки. Все, что я читала в Откровениях Иоанна, я видела на небесах и в аду. В моей жизни Господь явил такие чудеса, которые Он являет в вашей жизни. Он являет каждому из вас. Только остановитесь и прославьте Господа. Прославьте Его и держитесь за Его руку. Он не оставит. Мать оставит дитя свое. Моя мать бросила меня в море при рождении. А Господь спас. Меня сдали в дом малютки. А Господь спас. Меня хотели утопить в Южно-Китайском море. А Господь спас. Нас кинули в тюрьму. А Господь вывел. У нас отобрали все. Да, друзья, у нас отобрали все. У нас не было даже смены одежды. А Господь нам дал. Да, сейчас наш дом только строится. Мы живем пока в полуподвальном помещении. Но это наш дом. И он строится. И слава Богу. Не копите на завтра. Думайте о сегодня. Думайте сегодня. Потому что сегодня уже не повторится. И вы ничего не исправите. И помните, когда я уходила, Господь отправлял меня с небес. Он сказал, что время приблизилось. И когда я приду? И плоть твоя не узнает тления, как церковь возьмется. Спешите. Ведь завтра может уже не блеснуть. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Я хочу сказать в завершении наших программ, серии программ, прочитать последние фрагменты книги Библия, Апокалипсис, Откровения, 22 глава, несколько стихов. И сказал мне, сии слова верны и истины. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Ангел – это посланник. Для нас, Татьяна, было это время посланником, чтобы предупредить людей, жителей этого города, и те, кто будут свидетелями этого слова, что приближается конец жизни на земле. И важно поторопиться, действительно просмотреть свои ценности, каковы они. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям, твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега. Начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы, любодеи и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякий, любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давидова, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и жаждущий пусть берет воду жизни даром. Дар – это не бесполезное даяние. Дар – это подарок. Сегодня Господь говорит, я дарю вам шанс. Жизнь вечную вы можете получить сегодня. Это подарок неба. Сам человек туда не может пробраться. Дел недостаточно. И они важны для нашего общежития. Надо делать добрые дела. Но тогда, когда рожден твой дух, ты уже делая добрые дела, собираешь себе награду на небесах. Тогда у тебя есть двойная польза. Ты и здесь пользуешься добром в отношениях, потому что сеешь это добро. Ты и в вечности собираешь себе прекрасные плоды. И работая над характером, ты придешь туда не с пустой корзины, или не с гнилыми плодами, или не с провокациями дьявольскими, которые он собирает, исходя из того, что ты раздражался, гневался, обижался, был бунтарем и давал ему это право собирать гнилые плоды за тебя, а потом представить, как аргумент против. Итак, друзья, у нас есть сегодня возможность не просто подумать о духовном мире, а знать, что он существует. А мы с вами на этой земле живем, чтобы сделать правильный выбор. Не пропустите свой шанс. Не пропустите эту возможность. И поэтому вместе с вами в завершении всех этих программ я хочу совершить короткую, но очень важную молитву. Молитву покаяния и призвать Иисуса в свою жизнь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прошу тебя, войди в мою жизнь. Господь, войди в жизнь каждого человека, кто сейчас об этом тебя попросил. Во имя Иисуса Христа будь моим путеводителем. Я верю, что жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы я был спасен. Прости мои грехи. Дай мне осознание всего того, что ты называешь грехом, чтобы не остаться в положении раба, когда ты даешь мне свободу. Я верю тебе, Иисус. Я верю твоим делам. Я прошу тебя, пусть твои слова в моей жизни состоятся, избудутся и станут делами. Исцели мое неверие и наполни верой. Благослови меня жизнью с избытком и здесь на земле узнать тебя как своего личного спасителя. А в вечности войти в объятия твои. Да будет так. Благодарю тебя, Господь, за услышанную молитву, за принятые слова. И ты принимаешь меня в число детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Для тех, кто эту молитву смог произнести или хотя бы основные фразы, то для вас Иисус открывает дверь. Да, туда еще надо войти. Он есть путь истинной жизни. По пути еще надо пройти. Но это как раз тот путь, по которому стоит идти, а не ходить там, где нет путей. И я желаю, чтобы каждый житель этого города, области, всей страны узнал, что такое идти по пути жизни и войти в город воротами. Да будет так. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok